В этом видео вы узнаете все об инопланетных паразитах из экранизации культового романа Стивена Кинга «Ловец снов». Эти жуткие существа известны под названиями Рипли или Байрус, а их гуманоидную форму называют Мистер Грей. Я расскажу о всех этапах развития этого организма, а также о том, что делать, если вдруг вы встретили такое создание. Быстрее всех и почти мгновенно тему видео в моем инстаграме угадал Брантнер. Как и обещал, ты попал в видос. Поздравляю! Ссылка на мой инстаграм, на экране и в описании. Обязательно подписывайтесь. Изначально Байрус, а во множественном числе Байрум, представляет из себя сложный паразитоидный макровирус, который по мере своего развития меняет несколько форм бытия и в итоге превращается во взрослого смертоносного пришельца. Красный вирус Байрус распространяется через колонию маленьких спор, которые оседают на поверхности живых и неживых объектов, после чего при первом же контакте с живыми организмами начинает их заражение. Первые симптомы – красная сыпь на коже, которую можно ошибочно принять за аллергию. Сразу же после первого контакта вирус заражает организм спорами, откладывая в нем личинки. Неизвестно, как он воздействует на растения, насекомых и птиц, но, судя по всему, он все же старается выбирать целью млекопитающих, внутри которых быстро начинает прорастать особь пришельца. Стоит заметить, что непосредственный контакт вовсе не обязательно приведет к заражению. Большая часть вошедших в контакт с вирусом, например, через прикосновение к спорам, вполне способна побороть вирус благодаря иммунитету. Но вот если споры проникнут в пищевод, это уже стопроцентное заражение и в конечном итоге смерть. Так что, если вы вдруг увидите что-то похожее, то лучше не ешьте это. В течение нескольких часов после заражения в желудке развивается большой змееподобный монстр, который, по-видимому, питается за счет организма носителя. На этом этапе зараженного, помимо красной сыпи, начинает беспокоить отрыжка и жуткий пердеж. После чего, через задний проход начинает идти кровь, так как оно сжирает пищевод, и вскоре жуткое существо вылезает прямо из жопы носителя. Из-за такого лютого способа появления на свет, этих существ прозвали срань-хорьки или жополаски. Очень оригинально, но я думаю, что вы можете придумать что-то посмешнее. Жду ваши варианты в комментах. Родившаяся таким образом инопланетная мразота представляет из себя что-то среднее между жирной змеей и слезняком, покрытым слизью, которая помогает детенышам, растущим в желудке, пережить губительное воздействие желудочного сока. По всей длине туловища расположены сомкнутые губы, которые в моменты охоты раскрываются сверху вниз, обнажая жуткий рот со множеством рядов острейших зубов. По бокам от рта на верхней части туловища расположены желтые глаза. На нижней части туловища размещается хвост, оканчивающийся тремя движущимися зазубренными клешнями. Байрус это, как вы уже догадались, плотоядный монстр и про любой возможности он стремится сожрать любое живое существо в зоне досягаемости. Даже сразу после рождения через жопу, червь с легкостью способен убить человека, ведь острота, размер и количество его зубов позволяет не только разрывать человеческую плоть, но и перекусывать кости, дерево и даже сталь. Новорожденный Байрус очень прыткий, сильный и быстрый, а из-за своих сравнительно небольших размеров и скорости по нему довольно сложно попасть из огнестрела или прибить в рукопашную. Но в целом Байрус не обладает какой-либо сверхъестественной живучестью и, как и любое другое живое существо, уязвимо к таким губительным средам, как сильный мороз или огонь. Его также можно убить точным выстрелом или просто раздавив чем-либо тяжелым. Даже только что рожденный из пищевода слизи несет в себе как минимум одно яйцо, в котором уже зреет маленькая версия Байруса. Для размножения им не требуется половой контакт с другими представителями своего вида. Если дать новорожденному пару часов, то он успеет отложить несколько десятков яиц, из которых в будущем появится целый выводок. Так что если увидите такие зеленые яйца, зажигайте, как Жанна Дарк на костре. Неизвестно, сколько времени нужно новорожденному Байрусу, чтобы полностью развиться, но в итоге он превращается в огромного слизня, который получает множество новых способностей. Помимо многократного увеличения размера, они быстро учатся телепатически общаться и воздействовать на разум окружающих людей. По неизвестной причине они используют телепатию, чтобы в глазах людей выглядеть как почти стереотипные зеленые человечки, только серого цвета. Поэтому такого пришельца и прозвали Мистер Грей. Для какой цели менять обличие, неизвестно. Они также способны транслировать свои слова напрямую людям в мозг, а в некоторых случаях вселяться в людей, полностью подчиняя их разум и тело. Это делается для того, чтобы скрываться, например, от военных или спецслужб и скрытно распространять вирус. Прибавьте к этому многократно возрастающую силу. Взрослые особи способны самоликвидироваться. Они взрываются, распространяя огромное облако вирусных спор, так как основная их цель – на нашей планете заразить весь земной шар и стать доминантным видом. Известно, что они – раса захватчиков, путешествующих с планеты на планету с одним намерением – уничтожать и захватывать. Вначале я говорил, что стопроцентное заражение достигается только через попадание в пищевод. Именно по этой причине мистер Грей, которого мы видели в фильме, старался выпустить червей в водохранилище, через которое вирус бы быстро разнесся по бутылкам и стаканам с водой. Все представители данного вида пришельцев крайне агрессивны и сделают все, чтобы распространить свое влияние на любой планете, на которую попадут. Известно о нескольких попытках захватить Землю, первая из которых произошла в 1947 году около города Розуэлл в штате Нью-Мексико. На этом все. С вас лайк, подписка и идеи, о ком сделать следующее видео. Спасибо за просмотр и доминует вас всякая криповая хренотень.